Поступление в ВУЗ радостное и волнительное событие, а еще это выход из зоны комфорта и адаптация первокурсников к новой среде, студенческой жизни. Очень часто на этом этапе у студентов-первокурсников возникают трудности и страхи, с которыми необходимо бороться в самом начале пути. Эксперты выделяют три формы адаптации первокурсников к университетским условиям. Первая – это формальная адаптация к структуре высшего образования. Вторая – дидактическая адаптация. Она готовит студентов к новым формам и методам преподавательской работы в ВУЗе. И, наконец, третья – социальная адаптация, то есть процесс коммуникации с другими людьми. Как раз об этом мы и поговорим. Сложность в том, что этот период постановочный, в зависимости от того, как человек себя поставит в коллективе, все будет развиваться на этом кульминационном, очень важном периоде. Необходимо поднять социальный интеллект, необходимо, как говорится, развивать способность в общении. Это все решаемо. Я думаю, что в каждой группе есть лидеры, которые могут это все организовать, могут помочь. Самое главное – встречаться, в том числе и вне учебных мероприятий. В процессе адаптации реконструируются психофизиологические и психологические особенности учащегося. Особенности адаптации студентов университетов определяются условиями обучения и их индивидуальными особенностями. Молодость – один из важнейших этапов социализации личности. Подростки сталкиваются с проблемами адаптации, которые определяются необходимостью большей зрелости. Если же у человека нет времени адаптироваться к новым ситуациям, существует риск несоответствия. Однако не все так страшно, как звучит, ведь есть определенные правила, они же советы, потому как можно безболезненно влиться в новый корректив. «Совет простой. Необходимо создавать условия, где бы главным было не общение, а поведение. Куда-то пойти, что-то делать вместе. Не болтовня общения должно быть главным, а дела. Какие-то планы, какие-то походы. И там уже общение будет вторичным, оно появится». Данную проблему можно наглядно рассмотреть на примере тьютерского сопровождения в УЗИ, а конкретно в Казанском федеральном университете. Тьютеры — это зачастую студенты старших курсов. Именно они помогают первокурсникам адаптироваться к новым условиям обучения, знакомят их с организацией учебного процесса и внеучебной деятельностью, а также правовыми нормами. Такая модель тьютерского сопровождения студентов имеет свои плюсы. Первокурснику проще наладить контакт с наставником, который ближе к нему по возрасту. Ребята быстрее выстраивают с ним доверительные отношения и охотнее делятся своими проблемами и переживаниями, связанными с переходом на новый жизненный этап — учебу в УЗИ. Но студентов-кураторов тьютерство также выводит на новый коммуникационный уровень, позволяет повысить самодисциплину, приобрести профессиональные компетенции и развить лидерские качества. Я сама по себе знаю, как это тяжело проходить адаптацию, когда ты только-только приходишь в университет, потому что это абсолютно новая атмосфера, это новые люди, это абсолютно новая реальность, в которую ты врываешься без подготовки. И очень важны люди, которые тебя могут наставить, направить, сказать, как лучше поступить здесь, как лучше заобщаться с кем-либо, как лучше найти себе друзей, как лучше найти себе товарищей, чтобы дальше по жизни студенческой тебе было легко и просто. По словам эксперта, каждый, несомненно, индивидуальный и хорош собой, однако не стоит пренебрегать правилами социума. Ведь успех в общении с людьми на начальной ступени — гарант признания в будущем. Карина Саяхова, Лина Аргизатуллин, Универньюс.